Доброе утро, дорогие друзья! Доброе утро, дорогие друзья! Всем привет! Вчера не было урока, очень, к сожалению, я был вчера в Днепропетровске, проводил живой тренинг в Миноре, самый большой вредский центр в мире. И в 10 утра начался, поэтому я не смог провести урок, но с Божьей помощью сегодня мы как раз начинаем 20 главу, и с Божьей помощью сейчас мы как раз восстановим ритм. Хорошо, значит, для тех, кто первый раз нас смотрит, может быть, есть и такие, хотя все знакомые, все лица, Залман Залман, Яков Шатадин, Альбина Черенок, Максим Перенчук, все постоянные, Саид Макаев, все наши постоянные, постоянные наши ученики, я не знаю, как назвать, те, кто изучают мудрость царя Солмона, Тору, значит, мы изучаем Тору. Тора это то, что Мошера Бену, Аллава Шалом, как говорят, мир на нем получил от Бога, пророк Моисей получил от Бога на горе Синай, Тора, знание, знание, Тора это знание от Бога, как устроен, как работает этот мир, для чего этот мир, что в нем делать и заповеди, заповеди Бога. Теперь, дальше, Моше Кибель Тора Месина, он получил Тору на Синае, передал он Юшуа Беннуну, Юшуа Беннун завел народ Израиля в землю Израиля, Юшуа передал Тору Лескиним, Скиним это были старейшины, Скиним передали Тору пророкам, Ленавиим. Невим передали Тору людям великого собрания, это были люди, которые построили второй храм, первый храм построил царь Соломон и мы изучаем его мудрость. То есть, Мишли, притчи царя Соломона, это сын царя Давида, третий царь в народе Израиля, третий по счету, третий царь, вот были великие цари, царь Шауль это был первый царь, царь Давид это был второй царь, царь Шломой это был третий царь и после него уже царство разделилось на два царства, Иуда и Израиль. Десять колен это был Израиль, Иуда это было колено Иуды и колено было, в колене Иуды было колено Левиты, Левиты тоже были в храме, значит вот там они были. Так, в общем мы изучаем, мы изучаем Тору царя Соломона, которую он именно нам передал, Мишли, притчи, вот спрашивают куда вопрос задать, на, прямо после урока я с Божьей помощью Блинедер запишу, запишу такое видео о том, что как важно задавать вопросы Равину и можно будет под этим видео задавать вопросы. А мы договорились с Равом Пинхасом Вышецким, это Равин, с которым я лично советуюсь по многим вопросам, чтобы он выбирал вопросы и где-то раз в неделю давал ответ на 3-4 вопроса, на 3-4 вопроса. Значит, поэтому зайдите на страницу в фейсбуке, меня смотрят сейчас и в инстаграме, и там на странице в фейсбуке Ваикра задавайте свои вопросы, будет такое видео, задай вопросы Равину. Все. Хорошо. Значит, Анна Рыбачок, все, я постараюсь Блинедер, чтобы не пропускать, буду сообщать, если меня не будет, будет вместо меня проводить, например, Яков Шатагин или кто-то еще будет проводить урок в 10, чтобы не пропускать. Я очень извиняюсь. Вообще, я старался все тренинги, все мероприятия назначать на 11, но это был вот исключительный случай вчера на 10. Значит, учту, чтобы не пропускать. Хорошо. 20-я глава Мишли. Начинаем изучать 20-ю главу. Значит, 20-я глава. Написано так. Лец Аяин. Говорит царь Соломон в первом отрывке 20-й главы, что вино, оно создает насмешников. То есть, был у нас предыдущий, конец 19-й главы против насмешников. Что говорил царь Соломон, что насмешники, это страшно. Те, кто насмехаются над Торой, над мудрецами, над заповедями, над Богом, есть у людей такое качество насмешник. Лец на иврите. Царь Давид говорил в псалмах, что убамашав лецим лояшав, что прям первый псалом в псалмах Давида, это что он не хотел сидеть в обществе насмешников. Значит, и тут нам царь Соломон сообщает великую мудрость. Он говорит, что лец Аяин, что человек, который выпивает вино, он становится лейцан. Он начинает насмехаться над мудростью. То есть, это очень интересное наблюдение, и оно действительно соответствует действительности, потому что это Тора. Лец Аяин. Вино делает человека насмешником. Он начинает сомневаться, даже не сомневаться, а насмехаться над хохма, это божественная мудрость. Она не имеет лодики и не имеет доказательства. Ему становится пьяному смешно. А, Бог сказал твили надевать, но это же смешно. Бог сказал шаббат соблюдать. А, это смешно. Теперь вторая стадия. Говорит он. Омэ Шихар. Шихар это крепкие алкогольные напитки. Есть вино, а есть Шихар это виски, это водка, это... И сейчас есть такие коктейли, которые прямо специально их делают бармены, для того, чтобы у человека прям разум ему прям взорвать. Там придумывают разные названия. Я помню в то время, когда я еще был как бы в этой среде, был такой коктейль, назывался он Б-52. Это как бомбардировщик американский, который сбросил атомную бомбу на Хиросиму и на Гасати. И люди специально выпивали вот этих вот, несколько этих коктейлей, чтобы убить свой разум. Просто так и называлось. Убиться. Прямо подходит человек к бармену и говорит, дай мне что-нибудь, чтобы убиться. И бармен ему говорит, вот тебе Б-52, человек выпивает три Б-52 и убивается. Теперь царь Соломон три тысячи лет назад, он говорил, делает из человека насмешником вино. И оме, оме это от слова бэйма, знаете есть вот бегемот название. Откуда слово бегемот? На иврите слово бэйма это животное, домашнее животное, бэйма. Значит, насмешником делает человека вино, оме шахар, и делает его бэймой, животным его делает крепкие алкогольные напитки. Выколь шогэ бо лоих кам. И каждый, кто шогэ, это увлекающийся ими, лоих кам, не будет мудрецом Торы. У него прямо вот эта вот божественная мудрость, которая, она настолько высокая, чистая и абстрактная, что человек, который находится в состоянии таком животном и грязном, он не в состоянии ее не просто понять, а она прямо идет с ним против него. Поэтому вот царь Соломон тут конкретно есть вопросы. Он первый отрывок 20 главы, антиалкогольная пропаганда в чистом виде. Теперь, те, которые пьют, что они говорят? В Талмуде написано, что много это плохо, чуть-чуть это хорошо. Потому что есть, например, такое выражение, что нету радости без мяса и вина, например, да? Что мясо, вино, оно веселит сердце. Что есть такое выражение, например, что даже на жертвенник же приносили вино, да? То есть возлияние вина было на жертвенник. То есть те, которые пьют, им есть за что зацепиться, но вот эта вот разница между много и мало, она в алкоголе, она практически отсутствует. Почему? Знаете, есть такая известная метафора, как пример, что если, например, человек какой-то, он на диете, и он очень боится поправиться, он прямо ему страшно, он боится поправиться. Так, ему советуют, чтобы он перед едой выпивал 50 граммов коньяка. Если он будет выпивать 50 граммов коньяка, он уже не будет бояться поправиться. То есть у него страх уйдет. Не то, чтобы он от этого коньяка не поправится, он просто перестанет бояться. И поэтому, когда человек говорит, я не пью, я не пью, но в какой-то момент он выпивает чуть-чуть, особенно, знаете, есть друзья такие, которые уговаривают выпить, давай выпей, выпей. И если человек чуть-чуть выпивает, то он может потом не остановиться. Поэтому лучше просто полностью отказаться. Есть очень хорошая песня у Семена Слепакова, которая называется, как человек отказывался выпить, отказывался выпить, его друзья уговаривали, а потом он выпил и всех их избил. И он им говорит, я же вам говорил, что я не пью. Зачем вы меня уговаривали выпить, если я не пью? И второе, я еще помню, когда-то я учился у Раваицка-Казильбера, Захар Цедикли-Враха, чтобы он был праведник, упомянут всегда к добру. Так вот, когда его спрашивали, сколько надо пить на Пурим, он отвечал, что на Пурим можно, хотя это есть такая как заповедь, пить, но он говорил, что можно выпить глоток и лечь спать. Но когда те, которые такие были, знаете, есть люди, которые в заповедях не очень педантичные, но почему-то они очень педантично относятся к заповеди напиться на Пурим. Для них почему-то это просто главная заповедь года. И когда они на него наседали с какими-то, как бы, а вот, там, эти пьют, эти пьют, то так говорил им Рав Зильбер, Захар Цедикли, он говорил, вот, его был ответ, я лично слышал. Он говорит, вы знаете, я когда, когда мы жили в Казани, еще до войны, у нас был сосед по коммунальной квартире, милиционер, очень милый человек, такой вежливый, здоровался всегда, все. А потом он однажды напился и застрелил жену и всех своих детей. И он так это спокойно говорил. И говорит, дальше сами думайте. То есть он не говорил ни да, ни нет, но просто человек, который напивается, вот здесь прям царь Соломон 3000 лет назад, это Тора в чистом виде. Лэ Цаян делает насмешником вино, Омэ Шихар делает животным крепкий алкогольный напиток, Вэ Коль Шогэ Бо, и каждый, кто в нем увлекается им, Ло Их Кам, нет у него шансов стать мудрецом. То есть алкоголь уносит мудрость. Вот такая вот интересная метафора. Второй отрывок 20 главы. Говорит царь Соломонам следующее. Нэгам как кфир эймат мэлэх. Значит, Нэгам это как рычание. Рычание как у... Рычит как лев. Рычит как лев. Кфир это молодой лев. Эймат мэлэх. Эймат это... Эймат это как страх царя. Угроза царя. Рычит как лев. Угроза царя. Митабро хотэ навшо. Тот, кто переступает вот это вот... Кто раздражает его, как бы кто злит его, дословно переводится. Он грешит против самого себя. Значит, здесь царь Соломонам, он нам объясняет очень одну важную вещь, которая, которая прямо, можно ее назвать одной из основ психологии. Значит, смотрите, как получается. Вот человек, он входит в разные эмоциональные состояния. Каждый человек, он, ну как бы, есть такой привычный эмоциональный фон. Ну вот, у кого-то он спокойный, ну такой средний. Кто-то он эмоциональный, такой он эмоциональный. Но кто-то эмоциональный больше в плюс. Есть такие люди позитивные, они такие, ааа, там веселые. Есть люди наоборот, у них все время какое-то такое лицо трагичное, да. То есть у каждого есть такой привычный, усредненный эмоциональный фон. Теперь, и когда человек, в каком бы фоне он ни находился, то он воспринимает окружающую реальность, он ее как бы окрашивает своим эмоциональным фоном. То есть человек веселый, ему что не происходит, он это, его еще оно сильнее веселит. Человек грустный, он там, ему, что вокруг не происходит, он еще сильнее грустит. То есть эмоциональный фон, это как внутренняя краска, которая рассвечивает все входящие сигналы. То есть окружающий мир дает нам какие-то информационные сигналы. И эмоциональный фон, он их окрашивает в какую-то интерпретацию, которую потом же человек и воспринимает. Теперь, когда человек гневается, мы знаем, что Тора очень выступает резко и категорично против гнева. Написано, что тот, кто гневается в сердце своем, он как будто бы служит идолом. Получается, что и есть еще другая такая, в Мишле мы учили в притчах, мы учили такую одну идею, что к эмоям по ним ли по ним, как человек смотрит в воду и видит свое отражение в зеркале, как лево дам ли лево дам, так же сердце человека отражает мое к нему отношение. То есть, если у одного в сердце грусть, и он встречается с другим, у которого все нормально, и он грустит, и он грустит, и он грустит, то тот второй, он включается тоже на грусть. Или один гневается, а второй, например, он спокойный, но тот, который гневается, он может включить того, кто спокойный. Или бывает наоборот, тот, кто спокойный, может включить того, кто гневается на спокойствие. То есть здесь идет как бы взаимное, как сообщающиеся сосуды. Непонятно, кто сильнее влияет, но очевидно есть какие-то здесь тоже законы, я сейчас сразу не могу их сформулировать. Теперь здесь нам царь Соломон говорит такую вещь, что когда человек внутри входит в состояние какое-то негативное, он же взаимодействует не только с другими людьми, допустим он один сидит дома и он гневается, но где он взаимодействует с Богом? Он же с Богом взаимодействует внутри себя, в своей душе. Это не то, что Бог где-то, а ты где-то. То есть Бог, он всегда с тобой, ты всегда с Богом и Бог, он находится в душе. В душе, значит, человека, да, душа это как часть Бога. Теперь, если человек гневается, то он включает свое взаимодействие с Богом на уровне вот этого гнева и раздражения. И получается, что он грешит против себя. То есть мы можем это увидеть легко. Человек, который в гневе, в раздражении, он со всеми ругается, он злится, он разъедает себя. Даже если он не выражает свой гнев наружу, то этот гнев его съедает изнутри. Человек, которому плохо и он такой грустит, тоскует, да, кому он делает плохо своей тоской? Себе прежде всего. То есть получается, что а тот, кто радуется или благодарен, то он включает свои взаимоотношения с Богом на вот эту же волну. То есть та, есть такой закон тоже в Торе, та мера, которую человек меряет другим людям и, в принципе, которой он меряет реальность, такой же мера ему меряют с неба. Есть в перте вот на эту тему, как спросил Раббан Йоханнан бен Закай, спросил у своих учеников, какой он путь хороший, что человек прилепится к Богу, да, прилепится к Богу, прикрепится к Богу через этот путь. И сказал Рабби Елизар бен Урканас, сказал так, он говорит, это Айн Това, добрый, хороший глаз, когда ты на все смотришь позитивно. Сказал Рабби Йоханнаня, это Хавертов, это добрый друг, потому что если у тебя добрый друг, хороший, то этот друг, он все время тебя успокоит, он тебе все время шлет сигнал добра. Сказал Рабби Йоханнан, это Шахэн Тов, это хороший Шахэнн, хороший сосед. Вот, например, у меня здесь есть в доме, у нас есть, ну, там, где мы живем, тут же офис у меня в этом же доме, все. И вот в одном из подъездов, в Шабадже, нельзя дверь открывать, ну, нельзя электричеством пользоваться. Везде электрические такие магниты на дверях. И, значит, если взять на этот магнит, повесить такой верх на двери, такой тоненький магнитик, или там прилепить лейкопластырь, то тогда эта дверь легче открывается. Но в одном из подъездов поселился какой-то враг, какой-то прям реальный враг. И он, когда кто-то вешает магнитик, чтобы в Шабад открыть дверь более легко, он этот магнит снимает. Значит, снимает он, снимает. Значит, я начал, выходишь, ну, я, слава Богу, могу выбить любую дверь, значит, я выбиваю дверь. Ну, чтобы потом люди, которые идут, которые Шабад соблюдают, я отпускаю такую штучку, чтобы она, эта штучка, ну, дверь, чтобы не закрывалась. Так кто-то, я не знаю, кто это, он все время следит, что если кто-то дверь оставляет чуть приоткрытой, так в одном из подъездов он прям эту штучку шурупом прикрутил, чтобы, не дай Бог, она не открылась. Вот вредитель такой. Это я к чему говорю, что если бы я начал на это злиться, то можно было бы довести это до конфликта, до скандала, до какого-то, ну, то есть, человек, он должен стараться, стараться для того, чтобы у него было взаимодействие с собой, с Богом, с людьми. Лучше стараться свой эмоциональный фон держать все время на позитивной ноте. На позитивной ноте и, значит, вот стараться свой усредненный эмоциональный фон с каждым днем поднимать все выше и выше в сторону позитива. Значит, как это делать? Благодарность, то есть, искать хорошее, добрый глаз, хороший сосед, хороший друг. Благодарю, сказал раби Шимон бен Атанель, чтобы эту мечту закончить, он сказал, что путь к Богу прилепиться, это аруэ, это налад, тот, кто видит то, что рождается. Это глубокое осмысление реальности и во всем видит руку Всевышнего. И в этот момент ты, как бы, приближаясь к Богу, если ты видишь, что рождается, и во всем видишь руку Всевышнего, ну, как бы, управление Всевышнего. И даже это тоже, это что-то Всевышний хочет этим сказать. И сказал раби Элязар бен Арах, последний, пятый ученик раби Рабан Йоханан бен Закая, он сказал, путь, по которому человек приблизится к Богу, прилепится к Богу, это доброе сердце. Самое главное внутри держать доброе сердце, чтобы у тебя было добро в сердце, и через это добро тогда ты можешь соединиться с Богом, и прямо это самый путь прилепиться к Богу. Так сказал Рабан Йоханан бен Закая, что вот его ответ, он включает все остальное. Поэтому я всем желаю доброго сердца, хорошего соседа, хорошего друга, такого доброго взгляда, и не пить, не пить алкоголь, то есть не пить алкоголь вообще, и не раздражаться, потому что когда ты раздражаешься, то Бог тоже раздражается. Можно так понять этот второй отрывок. Все, значит, еще я сегодня во время молитвы подумал, что у нас у всех есть, раз мы изучаем Мишли, притчи царя Соломона, есть некая в этом мире такая как миссия, не миссия, а задание, то есть эту мудрость распространять. Поэтому напишите, пожалуйста, три каких-то своих вывода, и поделитесь, поделитесь со своими друзьями, со своим окружением тоже вот этой мудростью. Все, удачи, успехов, шаббат, шалом, всем хорошего, доброго, здорового, веселого шаббата. Все, удачи, успехов, всего хорошего.